Золотая осень на Пульс Радио Золотая осень на Экономике Наталья, у вас сегодня есть уникальная возможность присутствовать на лекции преподавателя из Чувашского института образования, которая специально приехала к нам в город, к нам в ВУЗ, для того, чтобы провести лекции для наших студентов. Логопед – это тот специалист, который работает с людьми, имеющие патологию и устные речи, такие формы патологии, как заикание, дезортрия, дисламия, и нарушения письменной речи, такие как дисграфия – это нарушение письма, и дислексия – это нарушение чтения. Если мы говорим о социальной значимости такой профессии, такой логопедии, то не забывайте, пожалуйста, что речь – это главное средство общения. Если мы даем человеку хорошую, правильную речь, значит, мы даем ему средство общения, которое позволит им стопроцентно социализироваться в обществе. А теперь, Наталья, вы сможете побеседовать с заведующей кафедрой психологии и педагогики Шишкиной Ольгой Викторовной. Идемте. На сколько специальность логопеда сегодня востребована? Профессия логопеда сейчас очень востребована, потому что количество детей с ограниченными возможностями здоровья и нарушением речи из года в год увеличивается. И подготовить логопеда можно только в рамках специального гифакологического образования. Логопед может работать в сфере образования, в сфере медицины. Логопед может работать как индивидуальный предприниматель. Есть специальные центры, центры социальной, психологической помощи населения, центры социальной помощи населения, где также есть ставки логопедов. Какие особенности обучения логопеда есть в вашем вузе? В нашем вузе существует очень хорошая материальная и техническая база для подготовки логопеда. У нас создан не только дефектологический кабинет, логопедический кабинет, но у нас есть и сенсорная комната с оборудованием и для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, у нас есть программное оборудование для занятий логопеда на современном инструментарии. Проходят ли студенты практику и где? Наши студенты проходят практику, начиная после первого курса, и практика у них достаточно длинная, то есть 4-5 недель. Практику у них проходят в детских садиках номер 12, номер 9, номер 72, номер 25, то есть очень многие детские садики города Шкар-Алы. Далее они проходят практику в специальной коррекционной школе номер 1 города Шкар-Алы. Они проходят практику в центре помощи семье и детям, они проходят практику в центре подготовки и профессионального сопровождения приемной семьи детства, и они проходят практику во всех школах города, так как у нас заключен договор с администрацией города. Получаю приглашение от баз практики, многие студенты у нас, начиная с пятого курса, уже трудоустраиваются. Я получила очень много информации, профессия действительно очень интересная и нужная, и я буду подавать документы. Межрегиональный открытый социальный институт объявляет дополнительный набор по направлению подготовки. Специальное дефектологическое образование, профиль логопедия. Приглашаем всех желающих поступить на заочную форму обучения, выпускников медицинского педагогического колледжа на ускоренную форму обучения. Также, если вы имеете высшее педагогическое или психологическое образование, вы можете пройти курсы профессиональной переподготовки по направлению логопедия. Сегодня подготовка психологов и логопедов в рамках нашего вуза признается одной из самых качественных, одной из самых лучших. Так, например, лаборатории для подготовки психологов и логопедов имеют такое оборудование, аналогов которого нет даже самых крупных столичных вузов. Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило новые правила приема. С 1 января 2015 года поступить в вуз можно будет только на основе единого государственного экзамена. До конца ноября у вас есть последний шанс поступить в Межрегиональный открытый социальный институт без сдачи единого государственного экзамена. Приходите к нам в приемную комиссию, подавайте документы и учитесь на востребованных специальностях в нашем институте. Внимание! 2014 год. Последний шанс поступить в вуз без ЕГЭ. Поступи в МАСИ сейчас. Новая осень на Блиц-ФМ Новая осень на Блиц-ФМ